Ну что же, понеслась со счета, как я понял, со счета 9-5 мы будем смотреть эту игру, друзья. Но это первая карта, дальше все будет нормально. Наконец-то парни пустили нас. Все-таки, ну, в анонсе, наверное, я понял, как все произошло. Парни прекрасно понимали, что я буду стремить не их игру. Но у нас СГ отказались играть, а здесь уже, к сожалению, на первую карту я так и не ворвался. Ну, отлично, хоть что-то посмотрим. Короче, сейчас начнется матч. Какой-то, по-моему, краш был у игроков. Так, ДТ, у них замена. Вот это да, при счете 9-5. Я так уточню. Саша, что случилось? Надо узнать, мало основы, что такое. Так, дальше. Ага, лопасть день рождения. Понятно. Довольно понятная причина. Ну что, ждем. Ждем замены команды ДТ. Все-таки без снайпера будет играть ДТ. И, по-моему, Зетнейшн, конечно же, в таком ключе могут их просто подразобрать. Ну, что поделать? Конечно, день рождения у лопасти. Возможно, прицел уже сбился. Итак, Зетнейшн. Шантушка, Носкак, Джекей, Страйк, Чилин. Классно играли в группе. Ну и, по-моему, классно играли в этом матче. По-моему, классно играли в этом матче. 9-5. По-моему, Морячок, кто-то на Машнил играет заново. Нет, нет, нет. Они продолжат со счета 9-5, конечно же. Потом посмотрим вторую, а может быть, еще и третью карту. Ну, Токахиро, Лакима, Ласноу, Диос. Это пока что четверка. Дрим Тим будет пятый. Пока еще неизвестно, кто. Вот мы его сейчас ждем на сервере. Ну, черепушку, я думаю, вы мою оценили. Это все, что я дошел, что у меня было в инвентаре. Мне кажется, тут много чего не хватает. Но не страшно. Я думаю, иного мне поможет. Нужно будет вернуть, поднять свой старый лоу скилл в поинт-бланке. Так, Тафа, показываю. Конечно же, показываю. И сейчас все будет. Не забывайте, дилей 120 секунд, 2 минуты. То есть, если я что-то говорю, вы это слышите через 2 минуты по времени. Ну, специально, чтобы игроки не палили. Я думаю, все это поинт-бланчики понимают. Здесь пока еще нет такого понятия, как Half-Life TV в Counter-Strike. Такого аналога PB TV. Вот, DT Shady зашел. То есть, здесь, к сожалению, дилей какой-то на сервере сделать нельзя. Поэтому делаем его вручную на стриме. Один раунд остается выиграть команде Z-Nation. Счет в матче, ну, если мы ничего не перепутали, 9-5. Go, пишет Маласноу. Ну, что ж, Go, это деловой центр. Конец карты. Потом, наверное, без паузы сразу же перейдем на следующий матч. На следующую карту в этом полуфинале. Во втором полуфинале команда Sounds Good не смогла почему-то продолжить встречу. Какие-то там страшные вещи произошли у команды. И Ашеры автоматом получают квоту, автоматом выигрывают полуфинал. И, в принципе, на сегодня парни наигрались. В финал играть нет смысла. Потому что приза 2. 2 квоты, 2 слота в Star Series, StarLadder TV. Наш нового проекта. Сайт скоро откроется. Не волнуйтесь, не переживайте. Наберитесь терпения. И, конечно же, все будет. Так. Понеслась. А, заново. Ну, окей. Смотрите, ZN соглашаются начать заново. Ну, что ж, Go. Заново, так, заново. Вот это очень интересно. Как называется клан DZ Nation? Спрашивают. NC Sky. Вот таких вот ребят взяли. Z Nation. Это вам довольно титулованные игроки, конечно. Стоило мне в начале трансляции это отметить. Но, в принципе, тут и так все понятно. В чате кричали NC Sky рулит. Я думаю, так было все понятно. Ну, что ж. Lucky. Lucky сейчас на хосте. Хост, как мы понимаем, сейчас у защиты. Ну, в общем, поехали. Со счета 0-0 будем смотреть эту игру. Ну, видимо, очень-очень-очень уверен. Таф, верни, золото лучше смотрелось. Ну, надо попросить, да, чтобы вернули. Начало миссии. Все будет шикарно, не переживайте. Давайте еще раз быстренько проверим. Проверим прицел, чтобы вот он был наилучшим образом здесь пристроен. Так, секунду, секунду. И мы будем начинать, продолжать смотреть за игрой. Как только вот я сейчас чуть-чуть фиксанул прицельчик. О, ну вот сейчас вообще практически идеально. В это время уже у нас пошли первые минусы. Давайте смотреть на карту. Зетнэйшн атакует. Забрали Шэгги. Как раз вместо лопасти будет выступать этот парень. Уже вышли на Альфу. Там забрали Джейкея. Малоснов с гранаты забирает его. Ну, давайте, давайте смотреть, что же будет дальше. Так, быстренько для удобства себе последние настроечки. Дело и поехали. Поехали смотреть за этой игрой. Счет 0-0. ДЦ первая карта. БО-3 матч. Ну, в общем, пошли навстречу. Такие парни, как Зетнэйшн. Они же бывшие НССК. Пошли навстречу ДТ. И вот все. Заново. Была установлена. Улетает Малоснов. Аскак минус. Ворота. Лаки. Тут Тушкан играет. Так, Ахиро забирает. Кнопку забирает. Нет, Аскак все-таки не дает себе забрать Диосу. Какой хэдшот. И Аскак берет первый раунд в этом матче. 1-0 в пользу команды Зетнэйшн. Конечно, все-таки в этом полуфинале они явные фавориты. Немножко пообщался я с Аликсом. А Шерой хотят все равно сыграть в финал. Ну, уже такой по фану будет матч с победителем пары. Ну, посмотрим, друзья. Я вот пока поберегу свою глотку перед началом Старладера. Немножко приболел. Конечно, сейчас немножко тяжеловато все это делать. Ну, ничего. Дело любимое. Ну, и причем, когда играют такие парни, как уже новое название команды Зетнэйшн, они, конечно, отличные. Неплохая организация. Я думаю, там у них все может получиться. Посмотрим минус от Лаки. Аскак один против двоих. Хэдшот неужели снова вытащит раунд? Граната пошла в дом. Не покоцала Лаки. Занимает позицию на мусорке. Залетает в плент. По нему стреляет Лаки. Но уже поздно. Ставится бомба. Граната. Пошла от Лаки. Не попадает в нубку. Заходит Аскак. По-моему, второй раунд подряд будет пытаться отсюда вытащить. Ну что ж, Нот не бежит прицел и жесть, друзья. Ну, что поделать-то? Он получше того, что был... До этого Лаки берет раунд. Ставит хэдшот. У нас 1-1. Счет в игре. И, в принципе... Ну, посмотрим. Не зря ли все-таки Зетнэйшн дали... Дали такой шанс команде ДТ поиграть заново. И был счет 9-5. Но там замена потом была. Молоснов пропал. Короче, беда у ДТ и Зетнэйшн, как такие настоящие рыцари. Помогают. Идут на уступке своим соперникам. Играют заново. Ну, окей. Смотрим за продолжением игры. У нас Ушкан. В районе стрита. Сейчас будет накалять, видимо, Шэдди. Молоснов в коробке. А в это время трое в ЦКФ. Зетнэйшн. Страйк Чилин. Диос в доме. И помогает ему Лаки и Токохиру на пленте. Вот, посмотрите. Токохиру сейчас будет отстреливать. Дым на телефоны пошел. Ха-Е плент. Долетела вода. Должна была долететь. Граната. Ой-ой-ой-ой-ой. Страйк уходит. Это был смок. Нормально все. Зетнэйшн захолдится. Должны сейчас. Длина пошла. Джейкей уже здесь. Отстреливается. Не пытается. Отстрелить Лаки. Не слишком хорошо. Это пока что получается. Вот уже и пароч начинает идти. Ну, там защита стянулась. ЦКХ. Минус. Лаки смотрит. Бетон. Хэдшот. Аскак. Хорошо. Хорошо попадает. Минус от такого Хиро. Он пока что, в принципе, тоже справляется в пленте. Не очень хорошо. Вот сейчас Джейкей. Минус. Чилин. Минус. Шэдди строит спар. Тушкан. Хорошо. Как круто. Сыграли Зетнэйшн раунд. Тушкан, по-моему, вообще мидл вышел. И 2-1. Счет в этом матче. За командой Зетнэйшн. И они, знаете, все-таки уверенно. Уверенно играют. Уверенно атакуют. Как для карты ДЦ. Но это только первые три раунда. Посмотрим, что будет дальше в этом матче. Пробросы будут или нет? Проброс на стрит. Какой-то был только что, по-моему, от Малоснова. Может быть, даже и Шэдди дал гранату. Тут Тушкан уже на стрите начинает потихонечку напрягать соперников. Джейкей к Тушкану. Страйк ЦКФ. Тут же Чилин. Наскак в углу длины. И, по-моему, могут повторить сейчас раунд парни из команды Зетнэйшн. Но давайте переключимся непосредственно на игроков команды. Это скак дает минус. Тушкан пробрасывает пятерку. Страйк пошел. Парыч. По многим направлениям сейчас идет атака. Диос направо не смотрит. Сейчас упал в респаун. Здесь страйк. Эдшот. Чилин. Упал. Лол. Минус от Чилина. Малоснов. Сбили маску. Он выживает. Там же Шэдди. В это время Альпу. Альпу выходит. Сейчас Зетнэйшн. Минус от Тушкана. Минус от Чилина. Смаченный хэдшот получает Малоснов. Ух ты. И минус Тако Хироу. Красиво играет сейчас Чилин. Хотя вот в раунд для Зетнэйшн начинался не очень хорошо. Страйк упал в респаун. И его там, ну, мягко говоря, защемили. Поехали дальше. Игра крутая. И борьбы пока что достаточно. Но, смотрите, смена направления атаки от Зетнэйшн. Сразу Аркада Альфа. За старт три игрока, по-моему, идут туда пушить. Но остановились на стрите. Страйк возвращается на банан. Чилин СКФ. Нет. Как будто напугали, шуганули. Отошли назад. Позициям не все-таки на Шэдди. По-моему, будет выход сейчас в Альфе. Давайте глянем. Он тут просто за углом находится возле кассы. Здесь двое. Какой-то фейк, по-моему, раскручивает Зетнэйшн. Они сейчас разводят Dream Team из ПБ. По-моему, будут пытаться развести. Будут шатать на парыче. Вот страйк с Чилином. Потом выход Альфа. Плюс коробка. Так, прокинули Шэдди. О, ну это вообще, конечно, печаль. Сейчас свободно выйдут. Абсолютно свободно выйдут на Альфу. Здесь дым. Здесь проброс уже падает. Минус от Малоснова. Взрывают пробросом. Он дал только один минус. И Такохироу 1-4 вырубает его страйк. 4-1 счет в матче. Зетнэйшн, по-моему, еще круче играет, чем играли встречу до этого. Минус, минус, минус в матче. Игрок команды ДТ вылетает. И у нас вылетаем мы все при счете 4-1. Придется доиграть. Ну что ж, такое тоже бывает. Не без краши. К сожалению, пока еще в поинт-бланке не сделали паузу. А, в принципе, стоило бы, наверное. Ну, ладно. ТАВ сделай поярче. Поярче сделай. Вроде и так там яркостей довольно много. Нет, не стоит поярче делать. Хотел бы я так играть, пишет Артур109. на нашем канале Pro.pb на Quake.nate. Жмите в плеере, в котором вы смотрите сейчас трансляцию. Кнопка чат. Пишите ник и заходите на Pro.pb. Тут, в принципе, я все читаю. Ну и можно на двух языках тогда писать. На русском и на английском. Я все прекрасно буду понимать. И не будет глюков со шрифтами. Нет, пишут темновато. Все кто-то пишет норм. Ну, просто в реальной жизни оно там действительно так темновато, карта. Ну, если вы так хотите, могу сделать вам вот так вот. И чуть больше контраст. Ну, как-то нет. Нет, это уже жестко. Верну назад. Чуть посветлее, но не намного. Ну, давайте вот на один, на одно значение. Девять поставлю. Ну, попробуем, попробуем, может быть, пообщаться. В интервью я просто вышел из всех конференций. Там из конференции миксов. Из конференции, ну, это в скайпе конференции. И миксовые по турниру. Потому что постоянно по тысяче сообщений туда падает, когда ты постоянно заходишь в скайп. Немножечко это нагружает. Ну, из скайпе я из этих конференций вышел. Но, ну, попробуем. Ладно, что-нибудь попробуем придумать. Возможно, будет и после, какой-нибудь послематчевый интервью с победителем. Но не планировал. Я сейчас это все будет в Старладере. Каждую игру и предматчевые, и послематчевые. Все будет. Ну, и мы ждем игрока Dream Team. Счет 4-1. Счет на ваших экранах. Был краш. Тут даже никто ничего не написал, по-моему, в сообщениях. Просто всем понятно, что... Ух ты. Извините, друзья. Просто я думал, что я повис вообще. Нет, я не повис. Это очень хорошо. Подвигало кошка. Оно вертится. Черт возьми. Так. И, оп. И чуть-чуть вниз. Конечно, я люблю Фрост, конечно, за то, что он геймсорс просто прячет от вещательной программы. Так немножечко не очень удобно, но что поделать. Фрост нам нужен. Спрошу, как дела? Ребят, ТАФ ярче сделай. Ну, ребят, опять же, у кого подлагивает стрим, значит, у вас проблемы с интернетом. Он у меня всегда на тесте. Лагать он не может. Ну, может быть, просто компьютер, какой-нибудь Pentium 2, тогда может. Ну, а так, заходите на такой сайт, интересный, как speedtest.net. Находите город Амстердам на карте, нажимайте на него. И если у вас есть там 2-2,5 метра туда, то, в принципе, у вас лагать не может. Либо у вас проблемы на трассе, точнее, у вас и у вашего провайдера, что, скорее всего. В общем, будьте аккуратны в выборе провайдера и выборе интернета, потому что вам могут впаривать, откровенно говоря, всякие... Всякие гадости. Буду сегодня добрым троллем. Что тут пишет сессия, что такое, как дела сейчас, пишут. Ну, ждем, ждем игрока Dream Team, конечно, как-то тяжеловато, когда проходит краш, и такие игроки пропадают, либо интернет пропадает, непонятно. Но мы будем ждать. Последняя игра на сегодня, Бо-3 матч. Первая карта, мы сейчас ее смотрим, это деловой центр. 4-1 в атаке выигрывает ZN. И, в принципе, трудно сказать, что может спасти мыло основой его команду в этой игре. Тяжеловато им. Тяжеловато. Что-то графец у Таффа фиговый в ПБ, вам не кажется. Ну, я сейчас, друзья, стримлю на 1024. Вообще, там, признанные папки Point Blank говорят о том, что нужно играть на разрешении. Я, наверное, весь будущий сезон StarLadder буду на другом разрешении стримить. Нужно играть, вообще, единственное разрешение, на котором нужно играть, это 1280 на 1024. Я стримлю вообще сейчас 1024 на 768. Ну, я как бешеный каэсер, я бы себе поставил бы и, наверное, 800 на 600, и 640, если бы можно было. Ну, вот так, в принципе. Ну, и вообще, зачем вам много графики? Наоборот, чем меньше, тем лучше ставятся хедшоты. Поэтому такое. Передай привет. Лол. Лолом. Окей. Там скажут, что Sky лучше, пишет NCS Sky и Santa. Да, конечно же. Поздравь, Спайк, из днем рождения, Лопасти и Фаписа с прошедшими. Окей. Это от Фамсты, да. Тут, конечно, много хороших отзывов. Про Фрост, я смотрю, также бы присутствовать на канале. Ну, ладно, давайте дождемся. Все-таки игрока Dream Team заходит. Ну, отлично. 4-1 счет матча, как бы еще будет на что посмотреть в этой игре. Как минимум, две карты мы посмотрим, а может быть даже и три. Но, опять же, это все игра между Z Nation и Dream Team, SPB. Они сейчас борются за выход в Суперкубок. Побитель играет в Star Series. Ну, в Суперкубок это вот бывший Суперкубок нынешняя, Star Series, StarLadder. Ну, проигравший будет играть в Pro Series. Ну, также нелегкая и непростая по составу. Но просто так вот, поиграв две недели в ПБ и ворвавшись на турнир, у вас, я думаю, не получится очень успешно там играть. Ну, что ж. Ждем, друзья. Ждем пятого игрока Dream Team. Ну, опять же, вот, куча-куча вещей. А, в личку мне еще пишут. Deepro Crazy, клану Anyway, привет. И скажи, что Ренавана топа иммер. Окей. Правда, более топа иммером он от этого не станет. Но, все-таки. Все-таки так. Ну, Dream Team, пора у нас уже немножко поиграть, по-моему. Давайте, давайте начинать эту встречу. Где же ваш пятый игрок? Все-таки, по-моему, надо было за счету 9-5 уже играть предыдущую встречу. То есть, что они на этой же карте просто доиграть уже посмотрели вторую. Мне кажется, пока что от перемены мест влагаемых сумма не изменится. Я говорю о изменении состава ДТ. У нас уже был лопасти. Уже убрали лопасти. Появился Шэдди. Еще один краш. Не знаю, будет ли замена или все-таки вернется. Диос все. Да, Диос возвращается. Рэдди пишет Шэдди. Рэдди пишу я. И давайте смотреть, что будет дальше. Клану Goodwood привет от Good1K. Бум пишет, что Тафа читер. Окей, бро. Ты тоже. Тафа с каким прицелом Аскак играет? Не знаешь. Не знаю, дружище. Last of Soul это Лол Клан. Привет от Тедди. Да, не вопрос. Жена Аскака передает привет. Лол, окей. Привет жене. Поехали, поехали. Все, покончим с этой темой поля чудес. Давайте уже посмотрим за другим полем чудес. За карта Деловой Центр. И, надеюсь, игра будет яркой и вам понравится. Ну, пока, конечно, только нравится нам, наверное, больше игра команды Z Nation. Они играют действительно интересно. Ну, понеслась, друзья. Понеслась. Поехали. Смотрим за продолжение матча. Это двое с три, трое налево. Тушкантом тоже Чилин, СКФ. Длину поджимает Лаки. И Аскак ближе к центру карты. Ну, пока, опять же, непонятная идея и задумка команды. Команды Z Nation. Ну, понятно, что задумал Лаки. Такая операция червь обходит спину. Как ее называют, да, очковая Кобра. Ну, посмотрим, получится. Лилаки сейчас принести фраги для себя и своей команды. Получается, пока что. Минус Чилин. Помог Токахира добить страйка. Ну, и пока что вот этот элемент неожиданности сработал. Но я бы сказал бы, назвал бы это немножко по-другому. Неким затупом от Z Nation. Ну, либо они не пропланировали через холд выйти Альфу. Либо они... У них очень такой... Нехороший дефолт, когда они смотрят длину. Ну, в следующий раз смотреть будут обязательно. Остается Джей Кей и Тушкант вдвоем. Джей Кей, мы видим Банан, Тушкант ближе к террористскому РСПу. В общем, пока что, друзья... Возможно, Dream Team один раунд отыграют. Скорее всего, счет станет 4-2. Все-таки 5 на 2 ситуация. Минуту 43 секунды до конца раунда. И... Ну, ДТ должны все-таки отыграть хоть как-то этот раунд. Должны, должны. Все-таки 2 в 5 вряд ли вытащат. Но смотрим, Джей Кей в коробке. Кассу прочекал. Вот сейчас нужно быть аккуратным. Шэди на мусорке. Но мы только мы об этом знаем. Опа, справа. Власнов. Уйти. С мусорки Шэди начинают стрелять. 8 хп Джей Кей. Так, тут все понятно. Забрали Джей Кей. Смотрим за Тушканом. Парыч. Диос находит Тушкана. Сейчас гранат накидают. Вот они уже летят. Минус 1. Уходит. Взорвется. Минус от Лаки. Ну и такой хера уже был готов огреть веслом по голове Тушкана. И второй раунд забирает команда Dream Team SPB. 4-2. Ну, по сути, нас еще ожидают 3 раунда. В первой половине первой карты этого полуфинала квалификации. StarLadder TV в Star Series. Скоро о ней заговорит весь мир, конечно же. Но пока, пока мы все на ждании открытия портала официального чемпионата. Это все будет в ближайшие дни. Ну, смотрим за продолжением, друзья. У нас в этом матче уже вылетают гранаты из центрального кафе. Така хера за этим всем делом контролит. На карте у нас 2 FC кафе. Аскак, в принципе, там третий близко. Он в центре. И посматривает на длину этот раз. Все нормально. Уже ДТ не пропустит. Лаки. Ну и двое на старите. Давайте длину посмотрим, что же там сейчас будет делать Аскак. Потому что сюда смотрят. Конечно же, защита поглядывает на длину. Но правда, в этот момент с плента Лаки на лестнице. Ой-ой-ой, Аскак его мог сейчас минуснуть. Вот так вот решил прочекать. Плент. Лаки снизу чекает. Оу, Аскак 53. Лаки. Нет, ушел Лаки. По-моему, уйдет Аскак. Проброс сейчас будет. Да, пробрасывает он страйку и Чилину. И, в принципе, тут ДТ могут принять. Правда, вот если так будут улетать, то нет. Два хэдшота моментально. Ну и тут, наверное, продавят. Страйк минус 2. Уже сделал Чилин в доме. Беда. Просто разрыв в клочья от команды Z-Nation, бывших НССК. И 5-2 счет матча становится. Пока они продолжают доминировать в атаке. И не оставляют шансов. Никаких шансов, причем своим соперникам. Где будет... Где злой бой вообще? Затем смотреть. Когда проснутся Dream Team, Джей Кейн нужно смотреть. И уже смотрим. Он дал минус. Забрал Лаки. Здесь Малоснов. Ох, какие хэдшоты. Джей Кейн нам показывает. Малоснова забрали. И один из ХП у Джей Кейн. Он еще пробрасывает сейчас парыч. Правда, тут уже бессмысленно. Вот эти гранаты прилетели. Без толку. Потому что бомбу уже на Альфе поставили. Джей Кейн должен, наверное, через респаун лучше обойти. Но он решил сэкономить время. И подсидеть кого-нибудь возле ЦК. Ну, смотрим. Диос на пятерке. Тако Хироу на Б остался. Ну, это значит, что уже просто Dream Team не верят в то, что они смогут взять этот раунд. Да и Аскак просто вырубают маску Шейди. Минус от Чилина. Тако Хироу. Просто последний герой в коробке. Ну, Аскак и заберет. Сбирает легко. Минус один. И Чилин. Чилин сразу же отвечает. Шестой раунд для парней из ZN. Ну, и остается последний раунд до конца первой половины. Пока очень уверенно играют ZN. Ну, и вообще, конечно же, в старой серии, я думаю... Ну, эта команда обязана там находиться. Эти парни очень сильны. И, в принципе, может быть, у них получится бороться с топом. Пропустили прошлый сезон. Там страшная какая-то ситуация была. Но сейчас все может измениться для ZN. Смотрим карту. Страйк расшатывает уже. Посмотрите, Парыч вместе с Чилином. Уже прокидывают гранаты. Но здесь, кстати, это фейк, друзья. Это фейк. Будет выход на Альфу. Страйк упал в Руиспаун. И здесь Лаки сейчас должен дать минус. Да, просто задавили в углу страйка. Чилин отвечает за свой тиммейт. Вышел к Чилин с Барыча. Дал минус 2. Видим, малооснов забирает сейчас Аскак. Минус Чилин. 2-3. Воу, какие хэдшоты. Уйдет GK. Да, уходит Плэнт. Малооснов красный. У Диоса тоже не так много хелсов. Ну, можно брать раунд GK. Он вообще так очень уверенно поиграет. Минус Малооснов сейчас будет. Ух, повезло. Малооснову не суется. А ждут. Они ждут Бомплэнта. Они ждут Бомплэнта. И сейчас он, в принципе, наверное, начнется. Чек был Малооснова. Ух ты, граната. Видит обоих. Просто жмёт. Просто жмёт и вводит сейчас GK. Очень уверенно. Малооснов подошёл поближе. Вот это, наверное, зря, кстати. Тайминг не поймал. Но он, наверное, ждёт своего звёздного часа. И Саша Малооснов хочет поставить хэдшот GK. Потому что просто одна пуля в ноготь забирает сейчас Малооснова. Да и Диос, посмотрите, красный. Минус Малооснов, минус Диос должно быть. Хотя Диос, по-моему, побольше хп. Он погрыз сейчас GK. И можно взять. Рлоуд. Лол. Успел. Сейчас у Диоса закончатся патроны. Ох ты, он там чуть ли не с последнего патрона ставит хэдшот. И всё-таки раунд берёт. Красавчик, красавчик. 6-3. Счёт после первой половины. Двойное преимущество у команды Z Nation. Вот сейчас я поменяю вам счёт. Ребята просто об этом, наверное, забыли. 6-3, друзья. Привет, синие волосы от флэша. Вот это да, вот это смс. Окей, передай привет. Синие волосы от флэша. Ну, раз синие волосы от флэша, тогда, конечно же, обязательно. Для тех людей, которые недавно присоединились на нашу трансляцию, друзья, вы смотрите Point Lang. В студии, в офисе вообще, в Киберарене находится Тафа. И последние матчи мы сегодня смотрим. Последнее противостояние. Дрим Тим против Z Nation. Правда, матч BO3, то есть до двух побед. Это первая карта. И Z Nation пока очень неплохо и уверенно выигрывает в этом матче. Не знаю, кстати, какая карта будет следующая. Одну квоту уже забрала украинская команда Hellraiser. Сместе с Алексом они будут играть в Starlander, в Star Series. Ну и, в принципе, респект им уважуха. А в это время ДТ уже забрали страйка. И Z Nation в меньшинстве. Вот посмотрим, смогут ли 4 раунда в защите сейчас вытащить. Это на самом деле не так просто будет. Если ДТ постараются, хотя, учитывая там одну замену, это будет очень трудно. То Шкан отличный хэдшот. Но если ДТ постараются и придумают что-то интересное и что-то нестандартное, возможно, они смогут даже вытащить эту карту и даже выиграть ДЦ. Но я жирные тролли, поэтому все-таки, конечно, больше шансов у Z Nation. И, скорее всего, все-таки именно эта команда выиграет эту встречу. Но я всегда верю в интригу. Мне всегда хочется посмотреть на яркие и красивые матчи. Я думаю, вам, в принципе, тоже. Но очень тяжело будет створить интригу команде Dream Team. Уверенные в себе Z Nation. Идет игра. Ну и вопросы, наверное, совсем скоро закроются вообще по победителю после первых там 3-4 раундов. На этой карте. Но, возможно, там ДТ какую-то заначку приготовили. У них там какая-то карта суперподготовлена. Хороший тайминг Аскак. Выходит минус шейди. Да, видит еще здесь малооснова. Довольно аккуратно играет. Пытается поймать фрифайром. Зажимает местами. Ну, такой стиль стрельбы в пленбланке. Кайсеры не пугайтесь. Здесь при стрейфах нет разброса. И поэтому все совершенно по-другому. Но не менее прикольно, я бы сказал. Лаки один остался. 90 хилсов у него. Он один в три. ЦК Фэ зайдет. Ну что? Нужно обладать силой Чак Норриса, чтобы разобраться в таком раунде. Вот это по-чаковски, в принципе, хэдшот с первая пуль. Ого, что он сдал! Минус 2 на Чилин был рядом. И ситуация 1 на 1. Там доля секунды появилась. Ответил. Ответил игрок Z Nation. И они берут очередной раунд в этом матче. Но все-таки попытка была очень неплохая. Первые два хэдшота. Ну действительно, как будто Чак Норрис у плавиатуры сидел. Кланок опирает привет от сейва. Все, сейв передал, можешь не флудить. У нас сплит на бэксиде идет. Двое длина, трое длина даже. И двое в кафешке центральной. Молоснов, по-моему, нет, не сместился. Ну что, будут пушить или нет? Очень аккуратно действуют парни из Dream Team. Им тут особо рисковать уже нельзя. Они в трех раундах от поражения на первой карте в этом полуфинале. Но может быть, что-то еще изменится. Смотрим. Аскак на бетоне. Чилин шьет пробегающих дым. Граната под своего на бетон. Там все четко. Сейчас тут зарвут за Аскак кого-нибудь. Ну, покоцали Диоса на полжизни. Минус от Страйка и... Ну, все. Еще один минус от Страйка. Страйк Диоса и Тако Хиру вдвоем. Тут рыбы нет, конечно же, для Диоса. 1 в 4. Минус 2 дает. Ну, хорошо. Красавчик, если не читер. 29 холсов. Ну и нужно... Нужно снова приемы у Чака позаимствовать. И разобраться со Страйком и Джейкеем. Хоть кусочек, хоть частичка Чака есть у Диоса. Давайте глянем. Ну, тут ситуация, конечно... Посмотрите, он уже минус 3 сделал. Ситуация 1 в 4. Диос! Диос, что ты делаешь, Джейкей? Сегодня очень уверенно играл весь день. И, в принципе, именно этот парень может не позволить сделать мувик. Ну, давайте за Диосом. Все-таки, может быть, у него будет минус 4. Нычится за ящиком. Смотрим. Сейчас пойдет инфа. Пока ее нет. Вот, давайте глянем. Вот инфа! Инфа Диосу должна быть. Да ладно! Не-не-не, он с пушкой. То есть инфу дали. Инфу дали. Минута. А вот видел ли Джейкей вот в этом вопросе? Дали ли ему инфу, что там есть соперник? А может быть, и Диос бомбу ставит? Не-не-не, все-все-все знают. Видите, тут такие танцы. Довольно интересные. Диос решил напасть. Все четко, Джейкей не дает взять раунд, но Диос неплохо играл. Клану ПБ, Dark Angel, привет, не вопрос. Лола может тысячу приветов передал. Вот, RocksKiss'ом от Санька, привет, наконец-то. Хоть папкам кто-то заслуженно привет передал. В марте чемпионат мира, друзья, не забывайте, болеем за RocksKiss. А у нас аркада, тем временем, на альфу, и такая хера уже в нубке. Отдали plan ZNation, ну как отдали, был здесь Джейкей, а его дали по голове. В общем, все понятно, бомбка из Бинплен, в Counter-Strike прозвучала бы. Именно так фраза, у нас бомба установлена, надпись фугас установлена, она вообще взрывает мозг. Ну, в общем, смотрим, выбивание от ZNation в меньшинстве, пошли гранаты, дымом, по-моему, закрыли стрит. Тушкан минус, 4-4, мы смотрим за шеей, он за углом здесь с лопатой стоит. О, минус от Аскака, довольно просто, легко забрал он соперника, врываются в ZNation, касса, Tackle Hero, минус Аскак, Тушкан, Lucky 1, посмотрим, насколько он везунчик и вообще, что он сможет. Когда к нему придут плохие пацаны из ZNation, минус от Аскака и минус от Тушкана, Тушкан красавчик, Strike Defused Plant, 3-0 в защите, 9-3. И целая пачка матчпоинтов на первую карту для ребят из бывшей команды NC Sky, для нынешних ZNation. Именно к этому, я бы сказал бы, клубу киберспортивному они решили присоединиться, и может быть, это все не зря. Ну, пока мы смотрим за Tacko Hero, он... он всадник без головы, он ворвался в плен. Его, кстати, не покоцали, покоцали Diohs и Shady, ZNation снова, с глубины, я бы так сказал, отдали Альфу, и вот теперь нужно будет выбивать. И это уже матчпоинты, без права на ошибку для Dream Team. Еще раз на карту, смотрим, далеко Молоснов и Лаки, тут только трое игроков. Атаки, я говорю, в риф, ну, боже мой. Молоснов пошел парочек, контакт, Аскак минус таков херов, здесь Тушкан должен был основа запушить. Не получилось, Лаки отбивается. Лаки еще ставит страйк, хэдшот, но он прикрывает Молоснова, все четко. Аскак, JK Chirin минус 3, Лаки 1. Беда, провал на первой карте. ZNation побеждают со счетом 10-3. Бомба деактивирована, Лаки выживает в этом раунде. Миссия успешна. Конечно же, миссия успешна, но только для команды ZNation. Ну что ж, друзья, небольшая пауза, 5 минут перерыв, и мы вернемся на эту встречу, на вторую карту. Я думаю, надеюсь, что она будет, по крайней мере, посильнее, посерьезнее и поинтереснее. Ну а пока что давайте поставим счет 1-0, счет в серии, наверное. И немного отдохнем. Субтитры сделал DimaTorzok